Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это хамелеоны Ну вы поняли Играем на лёгкой уровне сложности Когда он рот открывает Ай Он рот открыл, это его слабое место Или нет Ну если что Топор убивает с одного, если не ошибаюсь Поэтому будем практиковать топор на самом деле Ииии А ты Воу Мне через окно попал Нифига себе он может Творина Да, вот здесь я боялся просто идти Потому что я стреляю, стреляю И не мог Не мог его убить Ну видите, они ещё после этого взрываются И это довольно опасно Ну хотя бы я от них могу отхилиться Это наверное самые Такие Спокойные враги Так Наш поезд столкнулся с чем-то огромным Потом Загорелся двигатель Глянусь Я видел огромный шар Плюющийся огнём Ну Может там мне просто Померечилось От жиры И Сотрясение мозга Так Подождем Огненный дракон Огненный дракон В Тевматонской мифологии Огненный дракон изображен Выдыхающим огонь В действительности Это небольшая четвероногая рептилия Испускающая Сильный жар всем телом В шейных мешках Этот создание содержит Горючую жидкость Вырабатывающая Организмом Что позволяет ему Буквально Плеваться огнём Чешусь защищает Огненного дракона И одновременно Действует В качестве Теплообменника Чтобы не Допускать Перегрева Помимо этого Его кожа Вырабатывает Горюч Чайе Взрывстощего Вещество Для защиты Без сомнения Это создание Пародия Так Многого легенд Об огненных драконах Ну короче Для него слабое Самое слабое Что я помню Слабость его Это Там Там Дробовик есть Вот видите Они в камень Превращаются И умирают Это их не Слабое место Вода Так Я не помню Вода везде Разливается А нет Я думаю Если вода Везде разливается Чтоб я побежал Обратно Может там тоже Что-то доеду А теперь Ко мне подойди Так И сделай снова Если не ошибаюсь Когда он Красный Ладно Иди сюда Видите Он специально Он специально Ко мне не едет Держитесь Вместе Компион Зайдите Поверхность Балант Так уж и Бэкс Расследуйте Надо быстрее Затушить Пока он Ко мне Сюда Не зашел Так Набираем Сразу Пули Возобновляем ХП Если можем Видите Мы типа Их заливаем И все Типа Вода Их Уничтожает Полно Каких-то Существ Я не знаю Как это Описать Найди оружие И иди дальше Нам нужно Держаться Вместе Если Поделиться Из Нью-Йорка Живыми Спасибо За совет Так А я теперь Не помню Куда мне Идти Главное Сюда Потом Придем Здесь Короче Без разницы А нет Ладно А Прикольно Блин Я сейчас думаю Просто Что мне делать Но он Сюда Катится Вот он Слышите Блин Они там Просто Катится Да Молодь Я просто не знаю Куда мне идти Я просто Лезу Куда-то Так Я говорил Что война Начнется В большем В больших Городах Если хочешь Нас Навести У нас Найдется Лишняя кровать И достаточно Леденцов Чтобы Скоротать Время Пока Все это Не уладится Топор Лучший вариант Для них Я вам говорю Пошел В сраку Они что С двух сторон Едут Давай 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 Отлично Так, с помощью энергии к ней я восстановлюсь Тут ничего больше не было А, видите, а если бы я другой, скорее всего, вариант нашел, то я бы сюда попал Хотя я могу отсюда, по идее, сюда попасть Да, я отсюда могу и сюда попасть Окей Все равно спину надо чекать Я не знаю, куда идти, я просто иду Ааа, подожди Или на... А, на кью, вот Кью показывает, куда идти Не, там что-то херовое Ладно, если не ошибаюсь, это уборотень И выбор, что типа того будет Вот оборотень здесь на самом деле очень отвратительные враги Объясню Оба... А, не, они оборотни самые отвратительные Беру свои слова обратно Есть два типа врагов, которых я ненавидел, когда проходил эту игру давно Первый, это оборотни, потому что они толпой нападают, и они довольно быстрые И второй, это фейки Феи, вы поймете почему, блядь, они в объекты вселяются, на вас просто все летит А по ним хер попадешь Тихо, 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 там болен, там эти А я ищу эти Сообщения Мне все равно Если не ошибаюсь, вот эти Звуки как раз создают фея Такое шужание Ладно, не... О Бо, помнишь, я обзывал тебя идиотом Помешанное на оружии Пожалуйста, прости меня Мне срочно нужна твоя помощь Перезвони Твари Вервольф Леминоса Эти волкоподобные существа выглядят жалкими и изголодающимися У них настолько быстрый обмен веществ, что они всегда дни... Так Все дни и ночи вынуждены проводить в поисках пропитания Вечно голодные Вервольфы Лемоса Не слишком опасны поодиночке, но когда собираются в стае Справиться с ними нелегко Слабое место Вервольфов Это дробовик Два раза выстрел дробовик в тело, им в упор И один выстрел в голову с пистолета Почему нужно в голову стрелять? Если в голову не выстрелят, они будут возрождаться То есть они бессмертны, если не бить в голову Огниные драконы, по идее, слабы к воде Как вы видели, типа они потухают Голем, я не помню Грифон Тоже не помню Будут то враги Так, теперь я не буду рассказывать о технике слабости Так, тихо, я короче... Ау, уже все Ладно О, с этого момента у нас начинается нормальное оружие Но я все равно буду южать топор А, точно, стой, стой, стой Все, видите, он вновь Это Виллиан, тут новая проблема Нас ищут солдаты, особенно тебя И явными с добрыми намерениями Будь осторожен Спасибо, Кэф ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, рассредоточим Зайти Деккарда Стрелять на поражение Окей Да Хочу... Авиакосмический транспортный самолет-завоеватель ВТГ-79. Производство Беллигард Острал Технологис. Организация Лефея. Чёрный орден. Куда опаснее, чем я думал. Никогда не видел такие военные разработки, как этот вертолёт. Обычно пули его не берут. Должно быть Чёрный орден. Имел хорошие связи в правительстве и среди производства вооружений. Наряжение. Коктейль Молотова. Самодельная взрывчатка выглядит словно сделанной из того, что было под рукой. Может и не будет так, и не убьёт врага на раз, но несомненно поможет с ним справиться. Пистолет-пулемёт СМП-9. Производство Технологи Армс. Эффектное оружие против врагов-людей. Но умение действует против опасных тварей. Недостаточно убойную силу возмещает отличная скорострельность. Патроны 5-7 на 28 мм. Скорострельность 1250 выстрелов в минуту. Система подачи магазина емкости 50 патронов. Короче, что я хотел? Я хотел зайти в настроечки и поставить помощь наведения. ГГ. Потому что... Ага. Помощь наведения. Здравствуйте. Да, оно просто подсвечит врагов красным. Ммм, классно. Управление. Ну, сами видите. Точность. На самом деле, эта игра вообще под этот закосом. Как он называет сам? Декарт, если видел эту полену, то уже понял, что правительство тут ни при чем. Это личная армия Лефея. Он хочет убить нас собой, уж не знаю почему. Направляюсь в Тайм-спект. Увидимся там. Потерапись. Окей. Куда мне идти? Куда мне идти? Подожди, я запутался. Куда-то сюда мне говорят идти. Ау. Да куда? 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 Сюда? А. Не ду. Вот мы их безопасности от этих огненных гадов. Копадаем не подгустим. Да. Я не знаю, что происходит. Думали караэ на нападении, а потом появились эти пари. Знаешь, я уже решил, что это конец света. Наверное, надо почаще в церковь ходить. Не знаю, как ты, а я просто хочу вернуться домой. А вот здесь начинается момент с оборотнями. Давай, переберемся куда-нибудь. Где посуду. Что это за чертова? Что это за чертова? Что это за чертова? Ну, вы все сами увидели. Разрушительную мощь мою. Зато с них довольно много падает хила. Их здесь довольно много, поэтому их нужно выкуривать. Их там штук 8 или 5. Где-то так. Если не отрезать им голову, эти твари восстанавливаются из мертвых. Неплохо придумано. Надо держать топор под рукой. Огненный дракон. Отличная новость. Они не переносят воду. Огнетушитель и гидрант отныне станут моими лучшими друзьями. Задание. Встречаемся на станции метро. Таймс Сквайр. Окей. Информация. Солдаты черного ордена. Не знаю, кто эти парни. Наемники, фанатики или все сразу. Но они работают на Лефея. Им отдан приказ меня прикончить. И они твердо намерены его выполнить. К счастью, твари охотятся на них так же, как и на всех остальных. А их оружие потом достанется мне. Правильно. Правильное решение. В чем эти твари опасны? Если что... Блин, я просто не хочу туда идти. Я просто помню момент, что я именно на вот этом вот и остановился. Вы видите, мне нужно целую обойму, чтобы убить. Это я на легком играю, замечу. Тут хотя бы много патронов есть. И вот ты не знаешь, где эти враги. Вот ты идешь. Они могут быть на стенах. Они везде могут быть. Надо быть всегда на стороже, потому что этих тварей очень много здесь. Особенно в этой локации. Так, давай теперь вспоминать, что мне делать. Мне нужно как-то сюда попасть. Выход найден. Как мне стрёмно вот это играть в эти игры такие. Особенно, где есть оружие, где можно отстреливаться. Сейчас некоторые скажут. Подожди, хочешь сказать, у тебя класс был не страшный? Ну, типа, там вообще оружия не было. Ты только убегал от всех. Там хотя бы... Ну, ладно. В принципе, да. Да, вот начинается момент. Так, подожди, я могу... Чтобы я видел что-то... Громкость... Как я ненавижу этот уровень. Ну, я вообще все уровни здесь ненавижу, потому что они все стрёмные. Мне нужно к панели добраться. Сейчас они будут тут летать, чем я здесь. Эта дверь заперта! Я не могу ее открыть! Диспетчерский, есть общий рубль! Тебе надо забраться наверх, и включить рубильник, чтобы открыть дверь! Спочи, Бокреп! А мы знаем, что будет дальше, а мы знаем. Что будет дальше, а вы не знаете, что будет дальше, а мы знаем, что будет дальше. Дальше с большой вероятностью я могу сдохнуть. Вот, видите, они уже лезут. И главное, что я музыку... Подожди, я могу настроить просто музыку и... Вообще, звуки. Какой музыка, видите, все. У меня музыка перебивает все. Ге-ге-ге. По этой игры они могут лазить по стенам, и нужно смотреть на стены. Как-никак. Можешь яркость побольше сделать. Ну, а что я могу только пропустить, это данные. Ну, а что могут быть данные, если... Ну, типа... Родителей там... Ожидают все такого. Где-где-где-где? Это, если что, еще слабые... Оборотни. Потому что есть оборотни-выршаки. Если я не ошибаюсь, они... Намного больше этих, и у них шерсть есть. Эти слабочки. Убил, перезарядился. Убил, перезарядился. Животное ко мне, хочу тоже залезть. Подождите, так мы двери те открыли, так ведь? О, зараза. Так, зачем ты стреляешь? Он начал сам по себе стрелять, и испугался. А, хотя патроны везде валяются. Это радует. Че, если хочешь поубивать всех, стреляй в... Он же окно разбил, подожди. А, да, разбито. Смотрите, еще есть вариант. Быстрые перезарядки. А ну-ка. Типа, чтобы затвор не трогать, если он в магазин засунул, можно все. Быстро перезарядиться. Это как в КС-ке. Ну, это то же самое, как в КС-ке. Риле. Рил. Он рил. Рил он рил. 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 Так, а теперь мне нужно добраться так, чтобы я в этот момент не сдох. Ой, ихулы. Так, мы знаем, что один оборотник будет снизу нас ждать. И, это отлично. Продолжение следует. Точно. Точно. Ар! надо валить надо валить так в последний раз под повторяем так помост надо привести в порядок до того как произойдет несчастный случай там пол проседает болты разведены так и ваются развенчаются пусть крупное землетрясение он не переживет но хотя бы последневной мы можем так ходить без опаски зачем я сюда пришел зачем сюда пришел и можно понимаете так стреляться пока мы с вами ремонтируем открываем метеля крутим и и и Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Видите, все равно как бы мышка у меня улетела, и я не смог стрелять. Вот херово. И зачем они полезли через окна, если... Они, в принципе, могли просто зайти через крышу. У меня, получается, есть на 3 хилки, как вы видите. Вон, плюсик 3. А, тут то есть... Тут не моментальная стрельба. Блин, я не помню, какие-то вообще были. Феи были. Минотавры. Наподобие ктуху. Видите, они тихоря любители в спину забежать. Они, типа, и тихие с одной стороны. Но они опасные, это жопа. Особенно их, когда большие куча. Но это оружие для них довольно хорошее, потому что мы просто зажимаем и все, их нету. Дробовик тоже вариант очень хороший. Дробовик всегда нам будет помогать. В любом случае. Так что троповик против больших врагов и вообще большинство врагов всегда very nice. Так, контрольная точка достигнута. Так, надо что скоро заканчивать. Надо дойти куда... А, мы засейвились уже, да? Оттуда что вылезло или мне показалось? О, коктейль молотого. Просто блестящий стул. Это тоже оборотня. Блин, я хочу засейвиться, потому что как бы время заканчивать. Так. Ладно, давайте тогда, я думаю... На этом мы с вами закончим, так как мы дошли до контрольной точки. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok